Добрый день, приднестровцы! С вами Николай Малышев. Продолжаем сбор подписей. Сегодня работаем в городе Рыбница, северная столица Приднестровья. На улице Юбилейной вот сейчас прошли дом 51. Очень приветливые люди. Жалуются на то, что мало информации о кандидатах и практически ее невозможно получить в государственных официальных СМИ. Жалуются, что здесь никто у них не собирал подписи, не было никого и мое появление вызвало действительно живой интерес. Замечательные люди активно дают подписи. Спасибо им большое и отмечают, что почему же не приезжают другие кандидаты. Мы никого не видели, ни Красносельского, ни остальных кандидатов. И то, что приехал Малышев, для них, конечно, это какой-то определенный стимул к тому, чтобы смотреть на эту избирательную кампанию по иному. Кроме того, я хотел бы отметить, конечно же, основные жалобы. Это на очень-очень низкие пенсии, которые не позволяют нашим дорогим пенсионерам жить достойно. И прежде всего жалоба поступила, в том числе, от пенсионерки 45-го года рождения, Марии Николаевны, о том, что у нее до третьей пенсии уходит на лекарства. И вот это отсутствие регулирования цен, к сожалению, приводит к таким бакумным последствиям. Я считаю, что, конечно же, нужно озвучивать те чаяния народа, которые есть. Нужно повышать пенсии, приводить их в соответствии с адекватным прожиточным минимумом, не тем, который насчитан в нашем Министерстве социальной защиты, а реальным, основанным на рациональных нормах потребления. И, кроме того, регулировать цены непосредственно на лекарства с тем, чтобы пенсионеров не были доступны. Спасибо, будем на связи. Продолжение следует...